Теперь начальник страсти. Ну то есть, что значит страсти? Это значит, что для него главное деньги, власть. Он развивается как бизнесмен. Это не то, что он плохой какой-то человек, он может быть хороший правил человек, он классный, он строит правильные отношения, прописывает инструкции со всеми. Привет-привет, всем улыбается. Добрый снаружи, внутри дубовый. Ну это узнаете позже. Ну то есть, что значит внутри дубового? Значит, вы его как личность вообще не интересует. Ему интересует вы как функция. Ну то есть, работай себе и работай. Будешь не так работать, накажем. Больше не так, уволим. Возьмем другого. А если ты попадешь в беду, твои проблемы. Ну все понимаете? То есть, нет отношений, есть просто функция. Человек функция. Это люди в страсти. Нужно ли работать под таким человеком? А куда деваться? Почти все такие. Благостных мало. Теперь вы говорите, я хочу, чтобы у меня благостный начальник был. Хорошо. Развивайтесь духовно. Придет время, Бог вам даст такого начальника. Как награду за вашу правильную жизнь. Все. Со страстными людьми можно долго работать всю жизнь. То есть, можно с ним строить отношения, развиваться. Самое главное, понять принципы, как относиться к этому человеку. Нужно относиться очень уважительно, как к старшему. Как и, кстати, тоже к невестному, тоже надо уважительно относиться. Ко всем надо старшим относиться уважительно. Но при этом не надо с ним сближаться. Вот в чем проблема. Допустим, он начнет с вами откровенные беседы вести. Допустим, он в страсти находится. Это для того, чтобы найти ваши слабые места. Он обязательно потом этим будет пользоваться. Не надо ему открываться. Как определить, что человек в страсти? У него нет Бога. Или он есть Бог, только он входит в храм, только просто отметится. Он может, допустим, церковь, допустим, крестик вешать. Но для него вера означает только наша вера. Вот люди в страсти, они не способны понять, что есть вообще какая-то другая еще вера. И есть какие-то другие взгляды. Допустим, люди в страсти в рамках одной веры, у них тоже на секты все делится. То есть, они даже в этой вере считают, там плохие, там плохие, там плохие. Только у нас хорошие. Вот это означает человек в страсти. То есть, он не способен понять что-то другое, кроме своего. Если он верующий, допустим, человек. Он тоже верующий, тоже бывает в страсти. Но при этом никакой совести в его вере нет. В его вере есть только ритуализм. То есть, он приходит, он там что-то деньги дать может даже жертвовать. Но при этом можно видеть одну вещь. Он никогда никому не открывает сердце. И у этого человека самый главный признак человека в страсти. У него нет старших. Нет старших. Он, он, нет, как бы, у него не то, что он никого не уважает. Он уважает. У него есть старший с точки зрения бизнеса. Он может там подчиняться кому-то. Но сердце открывать никому он не будет. Вот в чем признак человека в страсти. Как не попасть в просак? Не надо ему сердце открывать. Не надо ему сокровенные вещи рассказывать. Не надо ему говорить о каких-то вещах глубоких. Все это будет против вас. Он потом это использует для того, чтобы быть сильнее вас. Все люди для страстного человека, кто открыли перед ним сердце, они все от него зависимы. Он всегда ждет, когда человек откроет сердце для того, чтобы этим использоваться. Это касается в семейных отношениях. Жена, допустим, открыла сердце мужу. Дальше он будет напоминать об этом. И она будет думать, как же так возможно вообще? А вот так. Он такой человек, он не развитый. Он не знает, что такое сердечные отношения. Нет возможности внутренней. Как люди оскверняются с невежественным человеком? Начали по-доброму себя вести. Все, капец. Дальше никакой жизни не будет. Лучше уходить от этого человека. Если со страстным человеком сердце открыли, начали поближе к нему. Лучше уходите, потому что дальше никакой жизни не будет. Или как-то надо... Ну, со страстным можно исправить ситуацию. Можно как-то более твердый стиль выработать так. Он постепенно поймет, что ничего не получается и отстанет от вас. Как исправлять страстного человека? С помощью дел. Вот, допустим, он говорит, вот так-то, так-то будем работать. Вы говорите ему, вы знаете, мне кажется, что вот это работает вот так-то, так-то. Ну, то есть вы не говорите ему, надо так-то, так-то, это будет сразу капец. Вы ему говорите, мне кажется, что это работает так-то, так-то. Он говорит, нет, будем делать так-то, так-то. Потом проходит время, бац, оказалось так-то, так-то. Дальше не надо ему об этом напоминать. У него это отложилось. Если вы ему напоминаете, это и сразу как бы его будет коробить. Вот, получается, вы будете в его игры с ним играть. Ну, то есть, надо просто понять, что он понял. То есть страстные люди не глупые люди. Потом дальше он говорит, надо вот так сделать. Вы ему говорите, мне кажется, что надо вот так-то. Опять получилось, как вы сказали. На третий раз вы можете сказать, ну ведь, вы же понимаете, как получится. В шутку можно сказать. И он согласится. Ну, скажет, да, давайте делать так. Ну, то есть страстный человек соглашается с истиной, но не сразу. Ну, то есть он нормальный, адекватный человек, но у него пробивная способность слабая. В плане понимания вещей. И не надо обижаться. Я же тебе говорил. Ну, не понял, не поймет он, что ты говорил. Продолжение следует.